Добрый день, друзья! Вот такие у нас морозы тут, такая зима. И вот машина, которая в такую погоду заводиться отказалась. Хотя еще 5 дней назад при минус 21-22 градуса она заводилась пол оборота. Сейчас даже при минус 18 она уже не хочет раскручиваться. Ее дико колбасит и заводится она с 3-4 попытки. Если, конечно, не садится за это время аккумулятор. А проблема в том, что свечи накала у меня перестали работать. При включении зажигания лампочка свечей накала горит где-то около полусекунды и тут же гаснет. При этом машина, естественно, не заводится. Так вот, я подумал, что самое простое для меня будет это найти реле, управляющее свечами накала и проверить, работает ли оно и на выходе померить напряжение. Так как до самих свечей накала, которые находятся здесь под крышкой клапанов, добраться трудно. Это надо снимать крышку клапанов. И я подумал, что проще будет, конечно же, до реле добраться, чем до свечей. Так вот, я начал искать это реле. Информации в интернете очень мало и она очень разная везде, так как в зависимости от конфигурации года двигателя эти расположения блока всегда меняются. Так вот, я пришел в гараж и вчера целый день и вечер даже пытался найти это реле. Здесь его, естественно, нету. Я нашел карты и расположение всех блоков, а их четыре, как мне писали. Не мне, точнее, а вообще писали на одном российском форуме. И я начал искать. Было написано, что их четыре. Одно здесь. Один блок с предохранителями у нас здесь сбоку, как всегда. Один блок с релюхами здесь под этим кожухом пластмассовым. И четвертый, четвертый, четвертый блок у нас... Где он, я его не знаю. Я его не нашел. Вчера я искал усердно. Я снял водоотводящий пластик этот, что мне очень трудно далось, так как дворники закисли. Их снять было очень проблематично. Но это меньше из бед. Этот пластик у нас вклеен, насмерть вклеен в лобовое стекло. И пришлось его отломать. Он аккуратненько по всей длине отломался. Но, тем не менее, герметичность нарушена. Теперь придется чем-то проклеивать. Но, ну да ладно. Снял я этот пластик. И кроме ЕЦУ и привода дворников, я там ничего не нашел. Ну так ладно. Пришел я домой вчера с плохим настроением. Полночи не спал. И на одном американском замечательном ресурсе я обнаружил полезную для меня информацию. Ресурс называется, кстати, Audi Workshop Manuals. Я обнаружил то, что конкретно в этом двигателе эта ролюха, точнее этот блок, находится вот там сбоку. Ну, по крайней мере, так выглядело на фотографии. Но я пришел утром, посветил и ничего там не увидел. Начал, прежде чем разбирать, начал искать подробную информацию и наткнулся на Ютубе на одного мужичка, на его немую сцену, где он на B6 Passatis с таким же двигателем снял аккумулятор, снял кожух и вытащил этот блок из этого блока. То есть, он задвигается вовнутрь. Его увидеть нереально. И сцена была действительно немой, он ничего не говорил, не издавал никаких звуков. Видимо, как и я, недоумевал, как они додумались туда его засунуть, так, чтобы его не найти было. Ну, так вот, сейчас я попробую снять аккумулятор и кожух и убедиться, действительно ли он находится там. Но теперь я уже думаю, что крышку клапанов было снять и проверить свечи проще. Ну, да ладно. Раз уж я уже начал, хочу уже довести дело до конца и найти все-таки это реле. Будем искать. Ну вот. Снял я аккумулятор. Снял пластик вокруг аккумулятора. Частично пока что. Действительно, я нашел там некий блок. Вот он. Который, как на салазках, выезжает изнутри этого блока, но не выезжает. А дело в том, что его с той стороны, где-то там, держит жгут с проводами, который не дает этот блок вытащить наружу. Не знаю, как у того мужика это получилось. Возможно, конструкция у него немного другая. Я пытался и так и сякть. На сантиметра два вытаскиваю, и его затягивает назад. Провод этот не дает ему выйти. Поэтому сейчас я буду откручивать все эти провода, снимать верхнюю колодку с предохранителями и реле. И буду как-то пытаться добраться до него сверху, так как там видно крышечка на защелках. Крышечку, если вверх снять, мы увидим этот блок управления свечами накала. Как это сделать, я пока не понимаю, потому что больше никаких болтов я нигде не вижу. Как это все вытащить оттуда, я не знаю. И мануала никакого пока что не нашел. Но буду пытаться сейчас по месту это как-то выяснить, найти, как это можно грамотно разобрать, чтобы до этого блока добраться. Вы, наверное, спросите, а почему я все-таки не сниму крышку клапанов и не проверю свечи. И скажу так, что на нашем двигателе, насколько мне удалось выяснить, на каждую свечу идет отдельный провод и поломка, обрыв или замыкание на свече у нас диагностируется. То есть диагностика показала бы, что какая-то из свечей неисправна. Поэтому, так как ошибок у меня нету, я все-таки грешу на это реле, так как лампочка при зажигании гаснет быстро. Если бы свечи были бы даже неисправны, лампочка горела бы дольше. Я так думаю, не знаю. Сейчас попробую добраться до блока и посмотрю, что там внутри. Там же я доберусь тогда и до проводов, которые уходят на свечи и смогу померить сопротивление. Ну вот, спустя час, я кое-как разобрал и более-менее понял, как теперь мне добраться до нужного мне там блока. Ушло у меня на это примерно час. Я рассарапал все руки уже. Меня это уже задолбало. Выглядит это так. Мы сняли сперва всю эту колодку со всеми релюхами и предохранителями. Открутили все провода. Кстати, на одном из них один провод у меня уже сгнил. Но вроде я подумал, что это на свечи он идет. Но я посмотрел схемы. Вроде как он все-таки на усилитель руля идет. Ну ладно, все равно придется его сделать. А чтобы добраться до релюхи свечей накала, теперь, когда я снял эти фишки, мне надо открутить эти два болта. Второй вот там, под этой колодкой. И этот пластик снять. Тогда у меня появится доступ к нужному мне блоку. Надеюсь, наконец-то. Так что сейчас посмотрим и увидим, что там случилось. Если проблема, конечно же, там. Надеюсь, там. Иначе я это все делал зря. Ну ладно. Вот до такого состояния мне пришлось это все разобрать. Мне пришлось вытащить вот этот корпус блока предохранителей. И, как вы видите, вот сюда он задвигается на этих салазках. Но так как вот там в углу блока у нас заходит жгут, мы его, естественно, вытащить вбок не можем. Чтобы нам до него добраться, нам приходится разбирать. Спрашивается у инженеров, нахуя вообще надо было тогда эти салазки делать, если его все равно оттуда не вытащить. Хуй его знает. Ну вот, добрался я до релюхи. Вот она такая 9-контактная. Стояла она тут. Эти все слоты были свободны. Поэтому не понимаю, зачем надо было так усложнять конструкцию ради одной релюхи, до которой, блин, не добраться. Могли бы, не знаю, куда-нибудь сбоку, как это сделано в Шкоде или в Сиате, где точно такая же релюха, точно такой же двигатель 2.0 TD и БКД. И у них эта релюха отдельно вынесена, тупо сбоку прикручивается к коробу, и все. В случае необходимости выдернул ее и прозвонил свечи накала. То есть, я сейчас именно это и сделал. Я прозвонил эти свечи накала, вот эти 4 контакта по одному на каждую из свеч. И у меня показывает, что все 4 замыкают. Не знаю, насколько это верно, так как написано было, что тут должно быть 1 Ом, 1,5 Ом, как-то так. Так что, ну, раз уж все замыкают, будем выкручивать и смотреть, что с ними. Так, снова здравствуйте. Вот так у меня все разобрано, крышка снята, свечи все я достал, все жгуты, все 4 провода я прозвонил, они целые. Более того, все свечи, вот они лежат, все они рабочие. Я подключал к аккумулятору, это меньше, чем за полторы секунды, они разогреваются до красна и греются как надо, чисто кончик. Так что, виновник все-таки оказался, вот он, вот этот блок, блок управления свечами накала, который я так долго доставал, и как оказалось, не зря. Дело в нем, так как катушка, которая, катушка роли, которая внутри расположена, она не работает, она не прозванивается, она, если подключить, вообще никаких признаков жизни не подает. Ну, теперь буду заказывать, я уже позвонил человеку, прикинул по номеру, сколько она стоит, и вот эта писька у нас стоит аж целых 60 евро. Конечно, я бы с большей радостью поменял 4 свечи, чем вот эту хрень за 60 евро. Так что, всем удачи, если что, надеюсь, будет полезен мой обзор. Спасибо, до свидания. Нет, все-таки не до свидания. Купил я, привезли мне новый блок, я его уже поставил, он уже там стоит внутри, я уже частично собрал и хочу сегодня все-таки победить и проверить, будет ли это работать или нет. Сейчас я установлю, соединю все контакты, устанавливаю все короба, замерю напряжение на свечах и будет видно, что в итоге с этого получится. Был я все-таки прав, что дело в роли или нет. время покажет.